Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здрасте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И еще раз я напоминаю, что С нами на прямой связи Председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир И председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко Добрый день Здравствуйте Добрый день Вы можете задавать Это я говорю нашим слушателям Вопросы по телефону 67212-93-9 67213-93-9 Или же присылать ваши вопросы Писать их Отправлять нам на WhatsApp 2306191 2306191 Обязательно зачитаем Ну и наверное продолжим темы Которые мы действительно обсуждаем Уже на протяжении нескольких программ Вот как все-таки влияют эти в меры Сейчас предосторожности Хотя постепенно все-таки снимаются ограничения Тем не менее Все-таки мы знаем, что по всему миру Наблюдаются случаи, когда вновь вводятся локдауны Целые города, области блокируются Из-за повторных вспышек коронавируса И поэтому полностью сказать, что все закончилось Мы можем расслабиться Убрать все маски куда-нибудь далеко на антресоле Это наверное слишком рано Вот каким образом все-таки продолжает оказывать на нас влияние Эта ситуация с коронавирусом Насколько легко Собирать кворумы Собрания проводить И вообще коммуницировать Ну я бы сказал так, что если касаться практики нашего кооператива То мы живем в режиме полуизоляции На самом деле мы ничего особенного не отменяли Жители принимаем только по предварительной записи Только по тем вопросам, которые нельзя решить дистанционно Это первое Собрание мы заменили опросами И собственно говоря, собрание кооператива из 1130 членов Тоже представляется проблематичным Потому что ограничение, насколько мне помнится В помещении на сегодняшний день 100 человек И что делать, если придет 120? Ну скажем так, на собрание от 1400 Поэтому на самом деле мы живем в том же режиме Режим дезинфекции мы не отменяли То есть дворники так и продолжают И уборщики продолжают дезинфицировать В местах общего пользования приборы Там домофоны, ручки, перила Так что мы работаем в таком нормальном Ну скажем так, в полу каком-то таком режиме Я не думаю, что стоит расслабляться Сейчас мы озабочены тем, чтобы своевременно Приобрести средства защиты На тот случай, если, дай Бог, будет вторая волна И все-таки нашим работникам потребуются средства защиты Еще одно новшество, которое внедрилось достаточно быстро Я бы не сказал безболезненно Но достаточно быстро Это отказ от бумажек в показаниях счетчика За эти три месяца у нас порядка 1800 квартир И на сегодняшний день в силу действительно физической неспособности Сдают на бумажках показания Ну где-то порядка 90 человек То есть 1800-1710 перешли на электронный способ Все возможные И на сегодняшний день мы этот вопрос практически закрыли Вот такие меры нормальной работы при эпидемии или пандемии Что еще? Проведены опросы по домам относительно ремонтных работ Дома оповещены о необходимых ремонтных работах И те дома, которые приняли положительное решение Им организуются ремонтные работы плановые А также достаточно интенсивно ведутся внеплановые ремонтные работы Там, где нет вариантов Где нужно Собственники обязаны обеспечить ремонт Это случаи попадания влаги в конструкции Протекания крыши и аварийные участки Трубопроводов есть и такие По поводу ремонтов Вот вы сказали, что где выразили свое согласие Каким образом? То есть люди Опросы проводились Мы в каждую квартиру посылаем опрос на анкету Прилагаем необходимые пояснительные документы Разъяснения, почему и зачем нужен тот или иной ремонт На наш взгляд Потому что плановый ремонт Производится по усмотрению Предлагается по усмотрению управляющего То есть мы в пределах своей компетенции Выделяем то, что на наш взгляд Виновный взгляд строительных специалистов Наиболее актуальна и первоочередная задача И эти ремонтные работы Предлагаем утвердить в собственной квартире При финансировании Это такие работы типа Скажем, полная замена кровельного покрытия Это работы, связанные с каким-то утеплением Ну что-то капитальное А есть еще масса работ, которые называются Униплановый ремонт Это те ремонты, где Ну просто локально делается восстановление Герметичности кровельного покрытия Локальная замена троп Если они, ну, каким-то образом вызывают опасения Что у них Недостаточно надежное состояние И так далее То есть это два вида работы Достаточно популярна сейчас замена окон В помещениях общего пользования Более современные, более теплостойкие Это тоже делается Предлагаем мы также мероприятия По повышению энергоэффективности Самое такое актуальное предложение Это модернизировать систему отопления в квартирах С установкой приборов балансировки И в учет употребляемого тепла Ну, есть дома, которые откликаются на это предложение Есть дома, которые отказываются Но такого рода мероприятия Они дают возможность Экономить в среднем до 20% На употребление тепла на дом Но если Вот почему отказываются? То есть не хотят Тратить деньги Или нет денег Это нужно делать всему дому одновременно? Или это можно делать поквартирно? Это делается поквартирно Но всему дому сразу Потому что такого рода технологии Они имеют смысл тогда Когда делаются во всем доме сразу Потому что главная цель мероприятия Допустим, под модернизацией системы отопления Не столько даже учет и регулировка Сколько за счет регулировки И при помощи стимулирования приборов Или учета Обеспечит равномерное И необходимое распределение тепла Между помещениями Главный дефект существующей системы отопления Которая подверглась множественным вмешательствам И уже значительно изменились Параметры системы Параметры отопления Начиная с момента проектирования Строительства дома Поэтому существующая система отопления Технически не способна Обеспечить равномерное распределение тепла Или по крайней мере гарантирует Равное количество тепла По необходимости в каждом помещении Из-за этого происходят перетопы Как мы уже неоднократно говорили И недотопы И это вызывает повышенный расход тепла У нас есть звонок Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста Здравствуйте Скажите, пожалуйста, господин Седорко Вот в домах, управляемых Рикоснаму Парламикс Мы делали так Они, значит, находили Очень дорогие компании по ремонту А мы сами находили Ну, надо было трехсторонний договор Еще они там мурыжили Эти компании Которые мы им предоставляли И очень дешево было Вопрос к вам такой Даже два вопроса Первый вопрос В Бедребе Где свой счет У нас есть Управляющие Очень дорогие Вот, например, светильники на улице Он 9 тысяч евро Вот можем сами найти Его не спрашивая И оплатить с нашего счета Будет ли это законно Второе Значит Можно ли найти Долкового электрика У которого нет аплицы На знание латышского языка Таких очень много Собрать наличные С каждой квартиры И заплатить ему Будет ли это нормально Спасибо Спасибо Отвечу сразу На второй вопрос То, что вы мне задали Мне странно Как у человека Если у него нет аплицы Как вы его будете Аплицебный язык Или у него нет удостоверения На допуск Работы с электричеством Определенного напряжения Две разные вещи Мне странно слышать Что человек имеющий Соответствующие удостоверения Электрика С допуском для работы С определенным напряжением Не знает государственного языка Это несовместимые вещи Относительно налички Говорю сразу Вы предлагаете схему Которая считается В общем-то Ну грубо говоря Налоговым преступлением Дальше смотрите сами Если в очень жесткой постановке А так это нарушение Всех существующих законов В Алтавии Я бы не советовал В целях экономии Это производить Относительно Трехстороннего договора Я скажу То что я постоянно говорю Все хорошо Но Нельзя ставить Во главу угла Цену Надо Во главу угла Ставить первое Качество И требования К покупаемому продукту То есть Какой продукт Вы хотите купить И какого качества То есть Для этого должна быть Какая-то проектно-смертная документация А потом уже сравнивать цены Потому что сравнивать Цену Которая сделана Допустим Прикладение По проекту И с учетом всех строительных Номер и правил С тем Что предлагает Некоторые компании Я смею это видел Не имею ввиду Ваше Такого содержания Работа Столько-то Материалы Столько-то Налоги Столько-то Все В этом случае Я такой смете Не верю И поэтому Я бы рекомендовал Сначала иметь Хорошую базовую Документацию Для заказа А потом уже Переходить к вопросу А сколько это можно стоить У нас Еще звонок Здравствуйте Да я еще раз повторяю Вы меня не поняли Вот можем ли мы Валде Найти Фирму Дешевую Я как инженер Мог бы их проверить И чтобы они сделали Нам и управляющему Вообще ничего не говорить А с нашего счета Снять деньги И заплатить А насчет специалистов Есть тут окончившие Физтех Без всяких аплицек Которые там Всякие сертификаты Латвийские В подметки не годятся Спасибо Ну опять-таки Вопрос повторяется Один и тот же Вы можете все сделать В пределах закона Если вы являетесь Управляющими И у бедрибы Есть полномочия От имени дома Производить ремонтные работы Почему нет Дальше Ваши выборы Ваши я подчеркиваю Ответственность Никогда не надо забывать Что выборы Сразу подразумевают Ответственность Относительно Физтеха И так далее С большим уважением Отношусь к высшему образованию В частности К таким славным институтам Но это не отменяет Требования закона О том Что человек должен иметь Документы О допуске К работе С напряжением Определенного уровня Подметки Не подметки Но не дай бог Что случится Либо с клиентами То есть с вашими собственниками Либо с этим человеком Отвечать будете вы И там Мало не покажется Вот у нас сегодня Кстати буквально в эфире Были там Кандидаты В депутаты Рижской думы И речь опять зашла Про Олегу Снаму Парвалдникс Вот о том Ну говорили о том Они обвиняли Что все-таки Эта организация Слишком Бюрократизированная И Можно было бы Вот например Сократить Вот за счет сокращения Административного аппарата Расходы И их Направить Перенаправить На какие-то Нужды домов Но в частности Вот речь шла Об устройстве Пандусов В домах По-моему 602 серии В микрорайонах Ну вот где не Очень тяжело С колясками Людям Просто Ну выходить во двор Для того чтобы Погулять с детьми Вот как Вы могли бы Прокомментировать Вот можно ли Ну за счет Ну сокращения Административных Расходов Изыскивать Дополнительные Резервы Вы знаете Я придерживаюсь Такой точки зрения Что вообще Наша работа Дома управления Исходя из законодательства Она достаточно Бюрократическая То есть От нас требуется Фиксация И разработка Колоссального Количества документов Это Это налагает На нас закон И не дай бог Что случается Сразу начинается Проверка всего этого Поэтому Насколько можно Бюрократию Там сократить И что считать Бюрократией Если ведение Дела дома Считать бюрократией То наверное Можно сократить Но ведение Дела дома Это является Неотъемлемым элементом Работы управленца То есть Он должен создать Архив дома По платежам По юридическим Документам По принятым решениям По произведенным Ремонтам По технической документации И так далее Это объемный документ Который нужно Постоянно Актуализировать И поддерживать Но давайте Сократим Что Поэтому Я отношусь так Конкретно Наверное Надо смотреть Другое дело Что В чем я вижу Проблема Регислава Пару Это проблема Коммуникации Основная проблема То что Я сталкиваюсь с жильцами Основная проблема Не достучаться Не дозвониться Или попадаешь На оператора Которые принимают Твой звонок И потом Никакой реакции Это одна из первых Проблем Вторая проблема Это государственного Плана Среди основного Пару Никак не можем Закончить Процесс Приватизации На основании этого Изобретаем Все новые Бюрократические Процедуры Я имею ввиду Что Мы неоднократно Говорим Что по закону Приватизации Собственники Квартир Должны были Принять решение О Перенятии Управления Дома на себя Но эстонцы Ждали Ждали И в прошлом году Взяли И приняли решение О том Что раз Вы не хотели Принимать Мы считаем Что вы Приняли Это решение И закончили Всю эту Страницу Эту эпопею И на сегодняшний день Там Где не созданы Товарищества В домах В Эстонии Там управляющим Является Там единственным Членом товарищества Является Предыдущий управляющий В данном случае Совершенно четко Меняются Все условия И дорогие жильцы Перестаньте Сидеть и ждать Что придет Какой-нибудь Добрый мэр Или добрый Там Депутат И что-то вам Сделает Подарит Поэтому Здесь надо решать Вопрос капитальный Здесь надо решать Вопрос законодательства Заканчивать Процесс приватизации Он длится С 96-го года И это уже 25 лет И все Никак люди Не хотят Выполнить Свои законные Обязанности А государство Не хочет Их принудить К этому Поэтому Большинство проблем Там заключается На мой взгляд В том Что на сегодняшний день Вроде как Ответственность На Виге Слава Павлов У них Севастоп Жители очень Инертные Рассчитывают Что все Им сделается Как-нибудь Так Это первое Второе Относительно Пандусов Везде Пандусы Но Во-первых Я бы сказал Так Что наши Архитектные Решения Которые Были сделаны В любых Домах Не предусматривают Возможности Нормально Построить Пандус То есть Просто нет Такой Технической Возможности Потому что Для того Чтобы поставить Нормальный Пандус Нужно сделать Поверхность Очень небольшим Углом Уклона Это как правило Выливается В то Что этот Пандус Перекрывает Тротуар Поэтому Там Где Есть Инвалиды Сегодня Реческая Дума Этим Социальная Служба Занимается И там Где Есть Инвалиды Там И имеются Механизированные Пандусы Которые Уже Можно Под Большим Углом Устанавливать И При помощи Механической Тяги Инвалид Или Человек С Ограниченными Возможностями Может быть Перемещен Я думаю Что Наверное Надо усиливать Эту часть Работы Потому что Все Так Концентрация Людей С такими Особыми Потребностями Не столь Высока И Лучше Больше Поставить Таких Подъемников На тот Период Пока Человек Живет В этом Доме И Соответственно И комфорт Доставить Всем И никому Не мешать Это Самое Оптимальное Решение На мой Взгляд Наверное Надо В этом Направлении Двигаться Еще Вот Одна Проблема Которую Мы Тоже Говорили Сегодня Прозвучали Опять-таки Обещание Озаботиться Этим Вопросом Микрорайоны Которые Не были Рассчитаны В советское Время На такое Большое Количество Людей Имеющих Автомобили Собственный Личный Транспорт В принципе Ну вот Не предусматривалось Что В каждой Семье Появится Машина А сейчас Практически Это выливается В отсутствие Парковочных Мест И В то Что Вот дворы Загорожены Машинами И Практически Некуда Их Припарковать Вот эта Проблема Учитывая Еще И Если Это разделенная Собственность Там Проблема Где-то Земля Принадлежащая Или Самоуправлению Или этому Дому Или где-то Нет Вот как Эту Проблему Решить И Насколько Реалистичны Могут быть Обещания Решить Эту Проблему Вот Тех Кто сейчас Выдвигается На выборы Локальное решение Было Предложено Предыдущим Составом Думы Было Начато Реализация В тех Микрорайонах Где есть Резервные Земли По так называемой Красной Линии Допустим Это был Очень успешный Квартал Где наш Кооператив Находится Вокруг Треугольник Зелзова Састрас И Лелвард Там Где была Зеленая Зона Прилегающая К дороге Она была Преобразована В дополнительные Почти 200 Стояночных Это Каким-то Образом Разгружает Локальные Вопросы Наверное Вот эту Работу Можно Было Продолжать Там Где Уз Города Есть Такие Участки Земли Прилегающие К окантовке Микрорайон Как Внутри Микрорайонов Я думаю Там Основная Проблема Не Раздельная Собственность Основная Проблема В том Что У нас Была Безобразная Земельная Рефор Когда Эти Микрорайоны Проектировались Они Проектировались Как Общая Территория Общая Группа Домов Я уже Говорю О том Что У меня Есть Участок Где 5 Домов Стоят Одной Единая Группа И Между Ними Нет Четкого Распределения Что Тебе Столько Зеленой Зоны Тебе Столько Стояночных Мест Когда Землю Поделили Между Домами То Ее Поделили Таким Образом Что Из Пяти Домов У Двух Громатные Стояночные Площади Которые Планировались Первоначальном Архитектурном Вещении На Все Дома А У Трех Домов Нет Ничего Постоянки Зато У них Безобразно Большие Зеленые Зоны Как Безобразно Большие Нельзя По отношению К их потребностям Эти зоны Очень Большие А перевести Зеленую Зону На сегодняшний День В стояночную Площадь Это Очень Такая Проблема Которая Требует Проектировки И так Далее И такая Нарезка Земли Вот Абсолютно Не связанная С тем Что должно Быть По проекту Она Везде Присутствует Я не знаю Как эти ребята Хотят решить Начинать С Перераспределения Прав Пользования Землей Между Людьми Внутри Кварталов Здесь Надо было Было Возвращаться К тому Что Все-таки Должна Быть Новая Квартальная Перепланировка С обновлением Маршрутов Транспортных Полтоков Внутри Кварталов И с Централизованным Проектированием Общедоступных Стояночных Мест Внутри Несмотря На то Что у тебя Есть Земля Если у тебя Есть По проектам И по всем Нормам Возможность На твоей земле Поставить Стоянку Общего Пользования То наверное Надо было бы Это каким-то Образом Решать Но Компетенция Электрической Думы У меня Большая Сомнение Вопросы С ремонтами Опять-таки Лето Время Ремонтов Насколько Это и время Когда многие Люди Уезжают Разъезжаются По отпускам В какие-то Дальние Может быть Какие-то Поездки И очень Часто Ремонты Большие Ремонты Которые Связаны С Заменой С Стояков Они требуют Участие Сразу Жители Одного Подъезда Буквально Чтобы был доступ Ко всем Участкам Вот Насколько Здесь Можно ли Можно ли Решить Эту проблему Если вдруг Какие-то Квартиры Остаются Закрытыми Какие-то Квартиры Сдаются Например Или Владельцы Этих Квартир Уехали На заработки Денег Или Может быть Уехали В долгосрочный Отпуск И Там Зависли Застряли Ну я бы сказал Так что Вообще Вопрос ремонтов Я разделил бы На два Процесса Если мы Плановым Крупном ремонте То первое Это принятие Решения Очень сложный Процесс Чтобы согласовать И получить Необходимые Согласия Собственников На Выполнение Таких Ремонтных Работ И второе Это подготовка К ремонту Да Проблема С доступом К квартирам Есть Она существует И не только То что там Допустим Нету людей Они в отъезде Еще колоссальная Проблема С тем что Люди По незнанию Либо Из-за пренебрежения Общими правилами Таким образом Спланировали Внутреннее пространство В квартире Так его отделали Что им Буквально С кровью Приходится Отдевать Дорогущие Кафели Или там Демонтировать Очень дорогую Кухонную мебель Например Чтобы дать доступ К старикам Но это не проблема Это рабочие вопросы Как правило Мы Принимаем Такое решение А потом Занимаемся Ну достаточно Длительный период У меня работники Вылавливают Вылавливают Этих людей Находим Контакты Находим Этих людей Согласовываем С ними Условия Доступа Время Доступа И так далее Это решаемые вопросы Но они сложно Они очень туго решаются Они сложно решаются Здесь не получается Так что Они не на решение Завтра повесили Объявление Начали работу И послезавтра Уже пошли работать Нет Сначала приходится Крепко поработать Да у нас тут звонок возник Да здравствуйте Господин Сидорко У меня есть идея Как в Риге Закончить С приватизацией домов Значит Партия Которая победит В Риге Должна Значит Вычислить Все неприватизированные Дома Найти там Активных членов Людей Принять их Свою партию Прийти на собрание И активно Агитировать Значит Пройти Приватизации Создание Бедрибы И так Мы покончим С приватизацией Спасибо Спасибо Я могу напомнить Вам Вы наверное Как-то пропустили Но Поскольку я Наблюдаю за этим Процессом С 96 Года Я хочу напомнить Что в свое время Партии Которые были У руля Рижской думы Сначала Создали Агентство Ригес Майя Крис Которое Цель была Стимулировать Процесс Перенятия домов Агентство Работало В нем Были Громадные Курсы Большущая Программа По обучению Собственников Квартиры Они получали Сертификаты Сертификаты Выставших Домов Или Потенциальных Управляющих Им облегчали Им облегчались Выпускные Если эти Выпускники Этих курсов Приводили Дом К Завершении Приватизации Они имели Стимуляции И эффект Работа была Проведена Колоссально И в образовательном Смысле И в организационном Смысле И во всем Эффект был Достаточно Низкий Я бы сказал Если не смешно После этого Виктор Славом Павловных Несколько раз Организовывала Курсы Поэтому я могу Скорее всего На сегодняшний день Что бы мы ни говорили Людей устраивают Нынешнее положение Безответственности Не надо Им принимать Никаких решений И кстати Что удивительно В свое время Когда приняли Закон О Управлении Жилыми домами Там была такая Статья О принудительном Управляющем Или был Новик Этиспород Который предусматривал Что самоуправление Имеет право В случае Если Собственники Квартир Не принимают Законом Предусмотренных Решений На их месте Принять эти Решения Такая статья Была И ее Успешно Комиссия Под руководством Господина Долгополова Потом Выкинула Хотя На самом деле Этот вопрос Можно было Решить Очень быстро Пока статья Была в силе Просто принять Решение Раз Собственники Квартир Не переняли Управление Домом На себя Значит У этого управления Отдаю Там такое решение Было предусмотрено Никто не захотел Этим воспользоваться Значит Есть какие-то интересы Сохранить С двух сторон Сохранить Существующие ситуации Одни Видимо Хотят все-таки Дождаться Приватизации И продать Объект Потому что Без Собственников Квартиры И обслуживаемых Объектов Цена Рига С новым Парал Очень большой Минус А Другие Ну не хотят Шевелиться Закончится Все это Достаточно Печально Ну трещины Гидроизоляции Ставят Другой Нет Дома И заделали Все Вентиляционные Дырки В некоторых Домах Ну так Спасибо Спасибо Скажу Скажу Вентиляция Вентиляция В подвале Должна быть Обязательна Если не будет Вентиляции Значит Появится Сырость И плесень Относительно Фундамента Вопрос о том Что у вас Сомнения По техническому Состоянию Фундамента Если Что говорит Нормативная база Если в результате Визуального Осмотра Появляется Подозрение В состоянии Несущих элементов В данном случае Фундамента То есть Появляются Трещины Не важно Какие На штукатурке Или вообще Появляются трещины Если появляются Отслоения Если появляются Как вы сказали Отверстия То в этом случае Дальше Домы Должны Не собственники Квартиры Должны Управляющие Вместе С собственниками Квартиры Заказать Экспертизу Строительную Это называется Техническое Обследование Причем У инженера Конструктора Который Имеет Соответствующий Сертификат И только Инженер Конструктор Имеющий Соответствующий Сертификат Может Дать Заключение О состоянии Дома Может быть Это естественная Усада Которая Происходит С каждыми Зданиями И она Происходит Несколько раз Срок службы Здания Может быть Это какие-то Грунтовые Явления Которые Требуют Чего-то И еще Там Может быть Ряд Вопросов Поэтому На самом Деле Здесь Вам Думать Не надо Вам Нужно Потребовать Управляющего Либо Заказать Техническую Экспертизу Технический Эксперт Скажет Причину Он должен Установить Причину Такого Явления И описать Его характер Если Это Какие-то Поверхностные Изменения Он так Скажет Что Это Не Влияет На Прочность Если Это Какие-то Грунтовые Явления Он тоже Должен Определить И так Далее Он очень Четко Проверяет Там Есть Массные Методы Как Установить Какой-то Процесс Чем Он Вызван И После Этого Он Уже Надо Будет Производить Лечение Производить Какие-то Ремонтные Работы До Производства Такой Экспертизы Бессмысленно Потому Что Это Вселюбительские Шаги Кстати Мы Тоже Затрагивали В других Программах Вопросы О том Что Эти Сильные Ливни Приводят К тому Что Не справляется И канализация Ливневая Канализация В Риге С потоками Воды Образуются Большие Лужи Которые Ну и Мешают Движению Транспорта И в частности Затопляют Действительно Подвалы Вот Это Компетенция Уже Городских Служб То есть Здесь Ничего Невозможно Сделать Это Решается На На Уровне Всего Города Да Нет Немножко Не так На уровне Города Решается Вопрос По Ливневой Канализации Только По тем Трассам Где Ходят Общественные Транспорты И Которые Признаны Улицем Общего Значения Городского Значения Вся Остальная Ливневая Канализация Сегодня Никем Не Обслуживается Если Говорить Вот так Нормальным Языком То Никто Не Обслуживает Одна Проблема В центре Где Ливневая Канализация Соединена Вместе С Феками То есть Все Стоки Идут В одну Тругую И Там Просто Мощности Не хватает Другая Проблема Это Новые Микрорайоны Где При строительстве Есть У нас Не были Объекты Которые Просто Труба Из Дома Ливневой Канализации Выходила Но В коллектор Не Попадала Были Такие Внутриквартальная Ливневая Канализация Или засорилась Или уже Трубы Могнули И так далее И Собственно говоря Сегодня Никто Эти вопросы Не урегулированы Никто Им Толком Не Занимается Единственное Что Может Сделать Управление То Что Делаем Мы Мы Периодически Прочищаем Ливневые Стоки Начиная С крыши До Колодца И дальше По принадлежности По земле До Последнего Колодца На своей земле Это Мы Когда были Большие дожди То Можно было Наблюдать Что Просто Вода Не уходит И Некуда Уйти И Это вопрос Очень большой Он очень больной Очень большой И на самом деле Кто возьмет За себя На себя Ответственность За общеквартальные Сети Вот Об этом Надо было Будущим депутатам Подумать И о Бандус Ну что же У нас На самом деле Уже И завершается Время Программы Я так Понимаю Что Следующая Программа У нас Будет Посвящена Уже Какой-то Конкретной Проблеме Ну Хотелось Бы Вообще Тоже Попросить Радиослушателей Может быть У кого-то Есть Мы все Обсуждаем Проблемы Селийного Дома Того Что Был Построен Давно И То Что Будет То Что Эксплуатируется Уже 30-40 лет И более А вот Нет ли Проблемы На восторгах Так Там Все Радужно По моей Информации Там Тоже Хватает Проблем И с Управлением И с Состоянием И с Планированными Ремонтами Если Есть у кого-то Интерес Может быть Или по Скайпу Вам напишут Или Каким-то Образом Выйдут На меня И Зададут Предварительно Вопрос Или Сообщат Свою ситуацию Чтобы Можно Было Ее Тоже Такое Мое Предложение Хорошо Тогда Мы В следующий Раз Поговорим О Новостройках И Их Проблемах Ну А Я Напоминаю Нашим Слушателям Что Можно Всегда Прислать На Номер 2 3 0 6 1 9 1 Ваши Вопросы Мы Проверяем Ватсапе Их Обязательно Зададим Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидурко С нами Был на Прямой Связи Большое Спасибо И до Встречи Через Неделю До Суданья